В эфире студия репортер с Дмитрием Богомоловым. Одесский спортсмен стал двукратным серебряным призером чемпионата мира по плаванию в категории мастерс. Сегодня у нас в гостях Артур Ермаков. Артур, здравствуйте. Поздравляем вас с успешным выступлением в Будапеште, в Венгрии. Расскажите о своих достижениях. Мы знаем, что вот две серебряные медали удалось выиграть и еще в двух категориях. Вы были очень близки. Буквально в доле секунды вас отделили от попадания на пьедестал. Да, здравствуйте. Чемпионат был достаточно тяжелый для меня, так как мне уже 25 плюс. Это категория мастерс. В принципе, дался чемпионат тяжело в подготовке, так как это было лето. Летом было достаточно сложно тренироваться. Все бассейны позакрывались. Я тренировался в спортлайфе. Вот один. Единственный, так как я представитель был из Одессы, я представлял один на этом чемпионате. В каких дистанциях удалось занять второе место? Как развивалась борьба во время самих заплывов? На дистанции 200 метров на спине я завоевал второе место, а также на дистанции 4 по 50 королевая эстафета. Мы с командой нашей из Украины завоевали второе место также. На дистанции 50 метров мне не хватило всего лишь одной десятой до бронзы. Также на 100 метров на спине мне не хватило 6 десятых. Какие дистанции для вас самыми коронными считаются и в каких вы делали ставку на то, что удастся зацепиться за медали? На самом деле я ставку делал всегда всю жизнь свою на дистанцию 100 метров на спине. Но так получилось, что завоевал на 200 метров. Расскажите подробнее о своей карьере. Мы знаем, что вы родом не из Одессы, а из Кривого Рога. Как оказались в нашем городе? Где сейчас тренируетесь? И знаем, что занимаетесь также тренерской деятельностью. Расскажите подробнее. Да, я сам родом из Кривого Рога, приехал в Одессу учиться достаточно давно, уже 8 лет, как я в Одессе. И решил остаться здесь, зацепиться, работать. Работаю сейчас в Спортлайфе. Также тренируюсь до сих пор на Динамо утром. В принципе, с утра у меня тренировка, вечером я плаваю также на работе, потому что мне хватает времени немножко. Расскажите подробнее, вот количество бассейнов в Одессе на сегодняшний день хватает ли этого для занятий спортом. Мы знаем, что очень давно у нас не было в городе призеров международных турниров по плаванию. С чем это связано? Да, на самом деле достаточно небольшое количество спортивных групп в бассейне, то есть в бассейне в Одессе. Вот так как одна спортивная школа Динамо, все, она воспитывает знаменитых спортсменов, таких как раньше были, да, у нас там на Олимпиаде участвовали люди. Вот и сейчас до сих пор я плаваю на Динамо. Вот больше спортивной школы в Одессе, к сожалению, нет. Мы надеемся на то, что откроются в скором времени еще какие-то бассейны, и будет доступно для каждого это. При таком недостатке бассейнов у нас еще и кроме классического плавания, на скорость по дорожкам есть еще и водное поло, и синхронное плавание, как удается уживаться. И мы знаем, к нам уже неоднократно приходили в студию и поднимали эту тему о недостатке бассейнов. Но при этом можно сказать, что сейчас разрабатываются некоторые спортивные сооружения, которые, возможно, в ближайшие годы появятся в городе. Это, в частности, в районе Черемушек бассейн будет, там жилой комплекс строится, а также церковно-приходская школа на Французском бульваре. Легче ли будет заниматься после этого и готовить талантливых подопечных, если появятся новые места для тренировок? Ну, я думаю, что будет гораздо легче в плане том, что будет больше свободного времени на дорожках, будет больше места, так как мы занимаемся и так в 6 утра, вот, приходим на тренировки. Я надеюсь, что в скором будущем это облегчит нам задачу в тренировочном процессе. Расскажите, над чем сейчас работаете вместе с вашей группой? Это люди в категории 18+, то есть это уже не дети, это люди, которые уже знают, к чему они стремятся, чего они хотят, допустим, если не в спортивной карьере, то вот в частности пересечь Босфор. Вот расскажите, как планируете отправиться в такое путешествие вместе с другими пловцами? Да, достаточно большое количество людей приходило ко мне и узнавало по поводу того, как я могу их стимулировать, там, помочь им в плане проведения этого турнира. Не проведения, а преодоления этого турнира, так как у нас мало, мало людей, которые могут реально подготовить к этому испытанию. Да, к этому испытанию. Какая дистанция соединяет этот пролив и как настроить себя? Сколько нужно тренироваться? Ну, тренироваться минимум нужно где-то год в районе в этом, так как нужно проделать работу сначала в бассейне, люди приходят практически с нуля, и, ну, за год, я думаю, я смогу помочь людям, исполнить их мечты. А все-таки какая дистанция предстоит для преодоления Босфора? Дистанция там в районе 6,5 километров, вот, ну, это там по течению можно попасть, если повезет, попадешь в течение, если не повезет, то будешь плыть. Это именно как рассматривается, как такое событие, как соревнование, где собираются спортсмены, или это просто для себя люди приезжают и преодолевают, как айронмены? Там вот это похоже, подобие айронмена, но в облегченной форме, так как там не нужно бежать, потом еще ехать на велосипеде, это только плыть, и, ну, там собираются так, как и любители, так же и спортсмены высокого уровня. Насколько течение может помочь? Вот, как предугадать стихию, чтобы сплотиться с морем? Течение может помочь единственное в секундах, а борьба-то, в принципе, будет одинаковая, независимо, то ли ты будешь плыть по течению, то ли нет. Но это прежде всего борьба с самим собой, преодолеть такую дистанцию. У вас больше спринтерские, 50, 100, 200 метров. Насколько сочетается марафон, большие дистанции с короткими, насколько можно себя подготовить к скоростному старту, благодаря преодолению физических таких серьезных преград, вот, таких расстояний? Ну, я более склоняюсь к тому, чтобы не зацикливаться на определенной дистанции, там, 50 метров, 100 или 200, или это же 400 и так далее. Вот, я к тому, чтобы, допустим, тоже проплыть, и там, марафон, полумарафон, еще какие-то дистанции необычные для себя. Это своего рода тренировочный процесс также. Плавание – такой вид спорта, в котором задействованы почти все группы мышц. Насколько этот вид спорта, он и для детей может быть полезен в плане вот укрепления позвоночника, скажем, для лучшей работы над собой? Он может сочетаться с любым видом спорта, на мой взгляд? Конечно, плавание – это вообще уникальный вид спорта, так как в бассейн заходя, тело теряет 90% своего веса. Вот, и, ну, соответственно, нагрузка на суставы убирается вообще полностью. Вот, и, ну, конечно, это исцеление, можно сказать. Ну, а как вы строите тренировочный процесс? Кроме занятий в бассейне, наверняка есть еще возможности подготовить себя лучше, в плане укрепить физически свои мышцы? Конечно, перед тем, как зайти в воду, обязательно нужно выполнять упражнения на суше, для того, чтобы подготовить все суставы, все мышцы, чтобы не получить никакое-либо растяжение или какую-то там травму, нужно обязательно разогревать мышцу. Артур, вот мне очень интересно, как вы вообще начали заниматься плаванием, именно спортивную карьеру, как начинали, как впервые оказались в бассейне, на дорожке, и вот с какими сложностями столкнулись, как их преодолевали? В бассейне я оказался впервые в три года. У нас, ну, меня родители привели в садик, а мне с тем мы ходили, вот, и так и оставили, в принципе, у нас там, там, где я родом, с кривого рога, вот, больше как бассейн, больше никаких групп не было, и бассейн это было счастье для детей, вот, и тренера заметили, уговаривали, было дело, когда я и сам вообще хотел, там, болел этим, так как до сих пор сейчас этим занимаюсь вообще, вот, ну, так и остался, в принципе, трудности были в том, что некоторые моменты были, ну, сложности в закрытии бассейнов, у нас закрывались неоднократно бассейны, не было где тренироваться, мы ездили в другие города для того, чтобы, ну, проводить тренировочный процесс и не нарушать его, вот, и стремились к победам. Вот у нас похожая ситуация в Одессе с недостатком такой воды, возможно ли подключать тренировки в море летом, или очень отличается по специфике вода морская с водой именно в бассейнах, там, где хлор? Вода отличается, конечно, но тренировочный процесс можно, конечно же, устроить и на море, и в бассейне, ну, то есть, это не проблема, ну, вот, ну, конечно, это в летнее время, да, ну, конечно, это в летнее время, да. Расскажите, над чем сейчас работаете, к чему готовитесь в плане ближайших турниров, как вы водите себя на пик формы, чтобы продолжить приносить медали Одессе? Да, сейчас у нас проходит подготовка к чемпионату Украины в Белой Церкви, это будет с 10 по 12 ноября, вот, буквально на следующей неделе мы выезжаем и готовимся, вот, у нас уже разгрузочный процесс пошел, снижение объемов, одна скорость осталась, вот, надеемся, будем завоевывать медали и так и далее. А в плане международных турниров будущих, это уже, наверное, 18-й год, какие задумки? У нас в следующем году будет чемпионат Европы в Словении, вот, это будет лето, также, надеемся, мы туда тоже попадем и привезем вам очередную медаль. И еще очень интересно о задумках в плане таких, скажем, лагерей для детей, вот, для спортивного развития на будущее, может, лето. Да, у нас есть в планах развить детский лагерь, который будет проходить на базе Затоки, вот, это будет летний период, также там будет учтены тренировочный процесс именно по плаванию, там, гимнастика, акробатика будет развивающая, всякие программы будут, вот, мы всех желающих, конечно же, приглашаем к нам, вот, ждем. Артур, большое вам спасибо, что пришли к нам в студию, принесли с собой медали, еще раз поздравляем вас с успешным выступлением на чемпионате мира по плаванию в категории Мастерс в Будапеште. У нас сегодня в гостях двукратный серебряный призер чемпионата мира по плаванию Артур Ермаков. Спасибо. Спасибо, Вячеслав. Вы смотрели программу Студия Репортер, меня зовут Дмитрий Богомолов, оставайтесь с нами и живите спортом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...